Всем привет дорогие друзья! В этом видео будем делать ступу, лапти и метлу для Бабы-Яги. Берем пластиковую двухлитровую бутылку. Приложив бутылку к игрушке, намечаем размер и отрезаем при помощи канцелярского ножа. Если получился крайне ровным, подрезаем ножницами, убираем этикетку, проверяем помещается ли у нас Баба-Яга в бутылку. Берем пластичную замшу, по-другому ее еще называют фоамиран. Специально не покупала, что было в наличии, то и взяла. Желтого цвета, толщина 2 мм. Если вы будете покупать, берите в коричневых тонах. Если у вас уже какой-то цвет есть, используйте его, мы будем его красить. Отмеряем длину бутылки, переносим размер на замшу. Ширину полосок сделала 2,5 см. Обводим бутылку, нам нужен круг. Отмеряем размер верха и делаем полоски разной ширины. 3 см, 2 см и 1,5 см. Полоски приклеиваем. У меня клей гель момент прозрачный. Наносим клей на замшу и приклеиваем на бутылку. Так делаем со всеми полосками. Их получилось 11 штук. Но поскольку бутылка сужается книзу, наверху не хватило, пришлось подрезать еще кусочек. Если не хотите делать вставки, делайте полоски с одной стороны с расширением. С одной стороны ширина полоски 2,5 см, с другой 2,6-2,7 см. Примеряем и подрезаем круг. Приклеиваем его к дну бутылки. Лишнее подрезаем ножницами. Полоску шириной 2 см приклеиваем на низ бутылки. Полоску полтора сантиметра приклеиваем на середину. Для верха сделала две полоски шириной 3 см. Разной длины 30 см и 34 см. Которое короче приклеиваем внутрь бутылки, оставляя припуск 1,5 см. Наверх приклеиваем полоску, которая длиннее. Пока наша ступа сохнет, плетем лапти. Также и с фоамирана, только толщину нужно взять меньше 1-1,5 мм. Делаю это в первый раз. Не знаю, получится ли объяснить, как их сплела, но попробую. Если вам будет понятно и вы смогли сплести по моему мастер-классу, напишите в комментариях. Буду рада. Режем полоски по 6 штук на каждую ногу. Длина 50 см, ширина 1 см. Настоящие лапти плетут из лыка и полоски называют лычки. Берем 4 лычки и переплетаем их в шахматном порядке, как показано на видео. Подписала полоски по номерам, думала это поможет при плетении, но оказалось, что нет. Концы, которые ближе к нам, должны быть покороче, которые наверху длиннее. Берем верхние центральные лычки и перегибаем их под 45 градусов. Верхние боковые также перегибаем и заплетаем их в шахматном порядке. Получается такой носок у лапти, со всех сторон он симметричный. Закрепляем полоски скотчем, чтобы они не распускались. Берем одну сторону, должно быть четыре лычки, две длинные, две короткие. У меня получились почти одинаковые. Переплетаем центральные лычки, потом боковые между собой. Подтягиваем переплетение. Заплетенные лычки закрепляем скотчем. Плетем также с другой стороны. Берем четыре верхние лычки. По идее они должны быть длинные, а внизу короткие. Две длинные с одной стороны и две с другой. Переплетаем их косичкой. Распределяем лычки так, чтобы с одной стороны были четыре и с другой. Берем дополнительные полоски и вплетаем их в шахматном порядке, чтобы увеличить размер лаптя справа и слева. Берем вторую лычку от центра, с одной стороны и с другой. Переплетаем их и получается пятка. Берем следующие лычки и переплетаем их в шахматном порядке. Следующие лычки тоже переплетаем так же. Можно закрепить прищепкой, как на видео, чтобы не распускалась. Переворачиваем, закрепляем скотчем четыре лычки с одной стороны, четыре с другой. Снизу у нас остается по две лычки, с каждой стороны. Берем две лычки и переплетаем их между собой. Следующая лычка идет от пятки и попадает в переплетение носка. Берем следующую лычку и переплетаем в шахматном порядке. И так за ней все лычки переплетаем справа и слева по порядку. Получается плетение в шахматном порядке. Из фоамирана полоски быстро расплетаются. Закрепляла их прищепками, но они все равно распускались. Переплетала. Легко тут запутаться. В описании оставлю ссылку, где смотрела как делать. Может там вам будет понятней. На носке от перекрестка центральной клетки поднимаемся вверх, освобождаем лычку, перегибаем под 45 градусов. И вплетаем эту пару лычек в свою строчку парных лычек. У каждой лычки есть своя пара. Берем следующую пару и вплетаем ее в свою строку, так чтобы они шли все в шахматном порядке. Так переплетаем все лычки с каждой стороны. У каждой своя строка. В одну строку две лычки не заплетают. Но у меня получилось так, как получилось. Главное, чтобы смотрелось красиво. Подтягиваем лычки. В классическом виде они переплетаются до конца. В нашем случае фоамиран плотный. Вывожу по возможности все лычки на подошву и закрепляю их клеем. Лишнее подрезаю. Получились такие лапти. Один получился с дыркой на носке. В нашем случае это даже хорошо. Добавляет старину, как будто их долго носили. Приступаем к раскрашиванию стопы. Попробовала сначала на кусочки, как ложится акриловая краска на пластичную замшу. Темно-коричневой краской прокрашиваю края полосок, места стыков, где проглядывает бутылка. Светло-коричневой прокрашиваю середину полосок. Также красим дно бутылки и все детали. Поскольку фоамиран у нас желтый, приходится его закрашивать несколько раз. Он все равно просвечивает. Нам это не мешает, так как натуральное дерево с оттенком желтого цвета. Добавляю в коричневую краску немного черный и рисую фактуру дерева. Добавляю в коричневую краску. Черной краской рисуем круги, имитируем заклепки. Золотой и серебряной краской придаем горизонтальным полоскам металлический вид. Также делаем заклепками. Изначально задумка была обклеить так вазу, только не нашла подходящей. Чтобы она несла и практичную функцию. Баба-яга стояла как декор, а когда дарят цветы, можно их туда поставить. Может в будущем еще найду такую вазу и воплощу идею в жизнь. В бутылку тоже можно поставить цветы, только пришлось внутри ее покрасить. Если наливать туда воду, краска может смываться. Вот и проверим. Покрываем ступу лаком. Смотрим, что у нас получилось. По мне красиво. Как вам? Может вы что-то еще добавили бы. Красим лапти. Берем разные оттенки желтого, телесного, коричневого. Смешиваем их на палитре и по-разному прокрашиваем лапти. Начала сначала накладывать светлые тона. Поняла, что не закрашивается. Покрыла все коричневым, а потом поверх закрасила светлыми красками. Перекрасить зеленый цвет оказалось еще сложнее. Делала из того, что было. Поэтому не приходилось выбирать. Если у вас есть выбор, берите что-то в желтых или в коричневых тонах. В общем, в цвет лаптей. Покрыла лаком и ждем, когда высохнет. Надеваем лапти на бабу-ягу. Получилось симпатично. Как вам? Делаем метлу. Нам понадобятся ветки, палка и проволока. Ломаем ветки, смотрим размер палки по отношению с игрушкой, убираем лишнее. Ветки собираем в пучок на палке и закрепляем проволокой. Плоскогубцами закручиваем концы проволоки. Лишнее убираем, концы прижимаем. Покрываем лаком метлу. Ура! Баба-яга у нас полностью готова. У нее есть одежда, ступа, лапти, метла. Добавляем ей еще вязанный мухомор, который вязала моя мама. Дорогие друзья, буду рада, если вы поддержите меня. Пересылайте видео тем, кому это будет интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Только так я могу понять, интересен вам мастер-класс. Мне это очень важно. До новых встреч! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова